Всем привет! Сейчас тестирую свою новую камеру, это Canon 650D. И вот заодно решил снять небольшое видео о том, что меня беспокоит, когда, так как я занимаюсь татуировкой для тех, кто не знает, для кого эта новость, случаются случаи, когда люди очень задают глупые вопросы по своему, ну, как бы неведению в этом плане. И, возможно, снимаю это видео для тех людей, кто собирается только записаться на сеансы или задать мне вопрос и заранее исключить какие-то ошибки, которые приведут к негативным ответам. Дело в том, что, вот, например, если вы работаете на какой-то работе в офисе, вас там что-то напрягает, да, например, если приходят каждый день разные люди и задают одни и те же вопросы, сначала вы будете, ну, как бы отвечать на них положительно, то есть не то что положительно, как бы позитивно, весело, но потом вам когда-то это надоест и это будет бесить. И рано или поздно это настанет, и у меня это давно настало, но, как бы, я еще себя как-то контролирую, потому что я довольно-таки такой позитивный и добрый человек. Вот. И, в общем, собственно, о чем я хотел сказать. Хотел сказать о том, что меня часто спрашивают не только цену татуировки, но и за какое время ты ее сделаешь. Вот для меня это немного непонятно. Окей, если ты переживаешь за то, что там, допустим, тебе нужно на работу, а я записываю, например, тебя в 2 часа дня, тебе на работу нужно там, например, в 5, и ты пытаешь рассчитать свое время и построить свой график. Если ты в этом случае спрашиваешь, то хорошо, тут никаких нет проблем. Но дело в том, что есть люди, которые спрашивают, сколько ты будешь делать ту или иную татуировку только за тем, чтобы как-то определить ее качество. Потому что есть такие люди, которые... Вот девушка мне недавно написала, сколько ты будешь делать эту татуировку. Я написал ей, что я буду делать ее час, а она писала, что это очень мало, и она ко мне не придет. И тут в моей голове такой пау, просто взорвался, потому что бывали случаи, что я пишу людям, что, допустим, когда я еще был, скажем так, на своих начальных этапах своего пути, были люди, которые мне писали, «Нет, это слишком мало», а потом я стал писать больше, как бы, ну, с целью, чтобы не объяснять каждому вот то, что сейчас я вам хочу донести. Я писал специально, если я татуировку планировал делать часто, я писал два. И были люди, которые писали, «Нет, это слишком долго, я пойду к тому, кто сделает быстрее». Просто я не понимаю, вот... То есть ты хочешь определенный рисунок, ты мне его показываешь, это или эскиз, или это уже чья-то сделанная работа, на каком-то теле определенном, да? И, как бы, какая разница, через какое время я достигну того и того, ну, как бы, одного и того же результата? Вот тут вот я не понимаю смысла вот человека, который спрашивает, «Нет, это очень быстро» или «Нет, это очень долго». Да, если ты спрашиваешь долго, то, что это мучительно, например, да, если это работа, там, 6 часов, то это, понятно, дело, это долго, и тебе придется потерпеть, но эти 6 часов всегда можно разбить на 2 сеанса по 3 часа. И также, если ты хочешь эту татуировку, и вот ты ей горишь, она тебе нравится, то, извини, мой друг, тебе придется потерпеть, да, хоть 10 часов, если ты настолько ее хочешь. И вот в избежание этих глупых вопросов я хотел бы попросить вас не задавать, это на самом деле глупый вопрос, а сколько по времени ты ее будешь делать? Потому что, во-первых, я и сам не знаю, какой ты человек, вот я общаюсь с тобой в интернете, я не обладаю телепатическими какими-то способностями, и, к сожалению, я экстрасенс. Я бы наставках деньги делал, какая нахрен татуировка? Да нет, конечно, это же мое хобби. В общем, о чем я? Я не знаю, как ты себя ведешь на сеансе. Есть парни и также и девушки, которым очень больно, кому-то вообще пофиг, кто-то засыпает на сеансе и может спать, допустим, я буду делать татуировку, например, я не знаю, час. А если ты будешь просить меня подождать, выть, там, в общем, я не знаю, какие-то паузы просить, вообще перерывы просить, то, естественно, это займет там, я не знаю, 8, не знаю, сколько часов, но, в общем, это однозначно займет больше. И я не могу ответить вам, какое время точно я буду делать ту или иную татуировку. Я могу сказать в среднем. А вообще лучше, если вы идете на сеанс татуировки, вот вы как бы планируете вот все так, чтобы это было у вас выходной. Потому что рекомендуется, вот я рекомендую, по крайней мере, выспаться хорошо, позавтракать, если это утро, плотно причем, чтобы организм воспринимает боль на голодный желудок куда сильнее, нежели чем на сытый. Вообще после татуировки, в принципе, работать не круто, особенно если у тебя подвижная работа, и это будет пленочка там слезать все время, если это на локте, где-нибудь рядом, то у нас локтя все время спускается, если здесь, то абсолютно вообще вся съезжает, ее там клеишь. Ну, в общем, это все сложно долго объяснять, но вот я к тому, что лучше не спрашивать, сколько ты будешь ее делать по времени, если ты не пытаешься рассчитать свой день, а именно пытаешься как-то выгадать качество татуировки из времени, которую я ее буду делать. Вот я, собственно, протестировал свою камеру и принес вам какую-то полезную информацию, надеюсь. Спасибо, что участвуете в розыгрышах всевозможных, вообще поддерживаете меня, очень приятно. Все-таки сколько там сейчас человек? 8 тысяч в группе. Это очень круто, я очень этому рад. Вот на днях сниму новое видео, будет там конкурс, последний в этом году конкурс. Грех не участвовать. Новогоднее волшебство, и может быть вы участвовали 10 раз уже в розыгрышах, и сегодня, ну, в смысле, в этот день вам именно повезет. Поэтому всем большой привет, всех обнял. Спасибо, что смотрели и вообще терпели меня.